Всем шалом! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Сергей. Сегодня у нас будет рулет из бараней лопатки. Лопатка у нас здесь примерно 2 800-2 700. Мы начнем отделять мясо от костей. Ножик обязательно должен быть очень остров. У нас в принципе кость, вот здесь она проходит и вот эта часть. Вот это еще косточка, такая крупненькая. Ну вот так. Теперь мы отделили косточку от мяса. Конечно же эти косточки пойдут какой-то буден, даже чтоб очень вкусно будет. Эту косточку мы оставляем, чтобы у нас рулет более красивее был. И вот эти толстые кусочки мы открываем их. Такие разрезы. Отрезаем чуть-чуть посередине, чтобы тоже вкус пришел. И так мы открыли нашу лопатку таким способом. Обязательно нож должен быть очень острым. Теперь мы его будем начинять, заправлять всякой зеленью, которую у вас есть в холодильнике или в огороде. У меня нашлось орегано немножко, розмарин, петрушка, тимьян и у нас будут фисташки, лук, чеснок, мёд, соль, перец и оливковое масло. Конечно же сначала у нас пойдет немножко оливковое масло, соль, перец и конечно же немного мёда. Баранина вообще любит сладкое, то есть какой-то кленовый сироп, у меня кленового сиропа нету, но мёд, но немного, здесь буквально две чайные ложки. Теперь мы порежем наше зелень, здесь розмарин свежий, орегано. Такие крупные ножки мы убираем. Тимьян. Также может подойти сушеные какие-то травки, муровки. Теперь, ребята, хорошо это измельчил. Так же это все мы постепенно наношу лавашку. Супер. Уже злит классно, скажите. Теперь тоненько-тоненько лук можно порезать. Лук нам даст аромат и сочность. Два зубчика чеснока. И фисташки. Фисташки у нас готовы. И тоже мелко порезать. Конечно же можно это все сделать в контоблендере. Измельчить это. Все. Кому не лень, вы же себе мужики. Супер. Класс. Супер. Значит лопатка у нас готова. Теперь мы будем его скручивать шпагатом. Во-первых, нужно сначала закрутить мясо, а потом его хорошенько завязать. Делать это аккуратно с одной стороны. Вот так туденько. Посмотрите, какая красота. Чуть-чуть упало, ничего страшного. Теперь мы будем его скручивать. Берем нитку с одной стороны и засовываем до суда. Завязываем. Теперь еще раз. Так, берем. Сюда. И затягиваем. Берем сюда. Сюда. Вытаскиваем. Затягиваем. Вытянули. Я думаю, еще один хватит. Вот так. Вытягиваем. И привязываем это все. Сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Такой узелок. здесь ничего не упадает все выглядит супер теперь берем кекурскую бумагу штуки 3 чтобы было так плотно немножко оливкового масла и сюда же сол и немного перец вот принципе и все это все идет на 220 градусов в печке на полчаса и потом через полчаса избавляем температуру на 180 градусов еще на полтора часа ребята два часа прошло теперь ему дадим отдохнуть буквально так форги ну 20 пусть он остынет сейчас супер бурлят успокоится еще 20 минут ну вот наконец-то 20 минут прошло и мы дождались этого момента мы это все раскроем сочная 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 это все достать эти клапочки сколько сока не выливать это это у нас будет соус теперь обязательно конечно же нитку развязать какой аромат стоит на кухне посмотрите какая красота красотинка красотинка Обязательно чуть-чуть соуса сверху. Красота! Давайте попробуем футчик. Мясо очень мягкое, супер, объедение, класс, очень вкусно. Даже не знаю, что вам сказать, но блюдо не простое, конечно, праздничное. Вы можете это взять на стол Новый Год. Во-первых, выглядит очень секси. Очень вкусно. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся. До следующих стретч. До свидания. До свидания. До свидания.